Я начал обманывать друзей, искать наркотик. Я обманывал, начал обманывать друзей, что такое, типа, ты куда-то идешь? Я такой, да я там прогуляюсь, пойду. На самом деле, нашел, и один где-нибудь это употребил, передоз, такое слово. Окей, давайте назовем это передоз. Я почувствовал эту эйфорию без наркотиков. Хоть она была такая, прям, бгновенная, я такой, блин, а можно же ощущать эту эйфорию? Эйфорию всегда, всегда и без наркотиков. То есть не нужно ничего искать, глядить себе. Я рад снегу, снег идет, я, блин, снег, давайте выгружим на улице. Какие наркотики были у тебя в жизни? То есть это что было? Героин? Нет, это был мефедрон, мефедрон, марки. То есть, ну, вся вот эта вот дичь, которая очень мешала, очень мешала. А я не понимал, что это мешает. А кто первый раз тебе дал это попробовать? У меня пошли деньги с инстаграма. Я такой, ну, все, круто, есть деньги. Ел, есть, покушать, если что, меня отец привозит. У меня без разницы, да, и у друзей я мог спокойно взять, поесть. Друзья, которые со мной такие, ну, я вижу, как их друзья употребляют, это я такой, почему бы не попробовать? И все полгода я думал о том, что я просто пробую. То есть я такой, ну, так, ничего, я же, ничего же нет, я вот живой, почему бы и нет. Друзья по общаге уже, да, ты имеешь в виду или где? Нет. В общаге друзья учились. Друзья за общагой, друзья, которые уже не учились. Вот. А что это за друзья? Где ты их находил? Что это за люди? Мы с ними общались раньше, просто, скорее всего, именно с ними мы решили попробовать это все. То есть друзья, которые не скажут о том, что это так, наверное, это плохо, они такие, да, давай попробуем, давай это сделаем. То есть я такой, давайте там то попробуем. Да, давай, давай, давай. Хорошо, а как, мне всегда интересно, как начинается этот процесс? То есть что вы находите, ну, то есть как вы что, на Даркнет заходите, где вы, ну, то есть это же надо закладку эту найти, надо найти поставщика. Ходились с человеком, который, ну, вот у моего друга был друг, который этим занимается. Ходили, искали вместе с ними как-то, якобы что-то у нас там мучил, что нужно, что не нужно делать. Потом без него я также ходил один. Начинались какие-то, я начал обманывать друзей. Ты имеешь в виду что, искать наркотик? Искать наркотик. Я обманывал, начал обманывать друзей, что такое, типа, ты куда ты идешь? Я такой, да я там прогуляюсь пойду. На самом деле нашел, и один где-нибудь это употребил. То есть все доходило до такого, что мы знали, что каждый обманывает каждого, но друг друга об этом не говорили. Все понимали, что каждый делал это отдельно. И я не скажу, что прям, дружба есть с одним человеком, который мы сдружили еще до наркотиков, вот есть в Анапе, и с которым мы все это бросили. То есть я это бросил в Москве, здесь уже 18 лет. А ему, по-моему, я один раз звоню, я понимаю, что я уже ничего, что я все. Мне очень было интересно, как он там. Я ему звоню, говорю, Влад, пожалуйста, скажи, что все. Он такой, да. И он мне рассказал все, что ощущал я, когда решил бросить. А сказал о том, что друзья до сих пор те же самые... Он с ними общается, потому что, ну, обман. Идет просто обман, идет какие-то сговоры, заговоры против других людей под наркотиками этими. Бросить тяжело было? Нет, очень просто. А ты говоришь, он рассказал все те ощущения, которые были. Это было в один день, я думаю, когда было очень много всего этого. То есть, как сказать, назвать это передозом очень жестко. Передоз, прям такое слово. Окей, давайте назовем это передоз. Передознулся и понял, что... Да и за все это время я понимал, что все, чему я радуюсь, я вижу деревья там красивые, там, трогаю какой-нибудь приятный диван, да. Я понимаю, что это из-за наркотиков. Без наркотиков я не чувствовал такой вот эйфории. Я в один день, помню, без наркотиков, ну, прошла примерно неделя без наркотиков, я почувствовал эту эйфорию без наркотиков. Хоть она была такая, прям мгновенная. Я такой, блин, а можно же ощущать эйфорию всегда, всегда и без наркотиков. То есть не нужно ничего искать, вредить себе. Просто вот сейчас я уже дошел до того, я уже год, как ничего не употребляю, я дошел до того момента, что я рад снегу. Снег идет, я, блин, снег, давайте выбежим на улицу. Я рад ребятам, я прихожу. Многие ребята там уезжают по делам, я прихожу домой, там, два-три человека, я с ними сижу общаюсь, да. Привет, ребята, я им так рад, то есть рад всему, что меня окружает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова